МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Областной фестиваль долголетия прошел в Расторгуевском парке. Этот фестиваль как раз и есть первая ласточка в рамках проекта долголетия в Подмосковье. Как будет решаться проблема транспортной доступности микрорайона Пригород-Лесное? Мы обязательно привезем наших проектировщиков, которые покажут все проектные решения. Это съезды, выезды. Чин великого освящения храма Блаженной Ксении Петербургской в деревне Слобода. Слободный швед. В Ленинском районе прошел финал первого фестиваля «Арт-Лайф» среди граждан пожилого возраста Московской области. Площадкой его проведения стал Расторгуевский парк, городовидное мероприятие, направленное на развитие творческих способностей и талантов пожилых людей, поддержание их социальной активности, расширение круга общения. На праздники побывала и наша съемочная группа. Готовиться к столь масштабному мероприятию начали еще в марте, но последние штрихи наносятся прямо сейчас. Организаторами фестиваля выступили Министерство социального развития Подмосковья, администрация района, Ленинский центр социального обслуживания «Вера». Разрешите мне от имени главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля поздравить вас с этим замечательным праздником. Для нас искренне это праздник, потому что Витновская земля принимает золотой фонд Подмосковья. Действительно, фестиваль «Арт-Лайф» среди граждан пожилого возраста Московской области проводится в несколько этапов. И теперь в Расторгуевском парке представлены лучшие из лучших. Конкурсные жюри в фестивале заранее отобрали лучшие работы в Московской области, лучшие мастер-классы, которые сейчас мы демонстрируем. И учреждения, соответственно, смогут также увидеть, у кого что лучше, подсмотреть и внедрить у себя. Центральное место фестиваля заняли творческие выставки. Многие художники достигли мастерства, не побоясь окунуться в новое занятие в преклонном возрасте. У нас давно, уже 5 лет, существует университет третьего возраста, факультет прикладного творчества. И граждане пожилого возраста к нам приходят. Многие вообще не умеют рисовать. Да, последний раз кисточку держали в руках в школе. Но вот, пожалуйста, они с успехом осваивают новые техники. Вот получаются такие замечательные вещи. В празднике участвовало более 700 человек. Ради того, чтобы почувствовать себя настоящим сказочным персонажем, да еще и царских кровей, многим пришлось проделать неблизкий путь. Как это сделала Елена Корешкова из Зарайска. И не пожалела. Я вообще барони-сударыня, государыня. Владычица морская. На территории парка были организованы зоны танцев, рисования, мейкапа и даже йоги. Но наибольшей популярностью пользовались мастер-классы. Их тут было более 30. Сначала у нас очень бледные цвета. Это правильно, потому что краски сильно растекаются по поверхности воды. По закону физики, да, стараемся мы. Среди представленных рукоделий как привычные, так и довольно редкие. Например, техника стринг-арт. Объемные картины здесь создаются с помощью гвоздей и ниток. Это знакомство, да, с такой техникой, потому что мало кто о ней знает, мало кто о ней слышал. И вот мы вот с таким вот словом приветственным приехали сюда. И куда же без ярмарки? Александр Брендель с женой приехали на фестиваль из Рязанской области. Несмотря на то, что товар у них ручной работы, цены весьма демократичные. Изделия из бересты. Это получается хлебница, короба, шкатулки, там, украшения из бересты. Потом идут что у нас? Дубовые бочки, подсоление под напитки, липовый, также под мед. Какую-то часть мы сами делаем, какую-то часть мы сотрудничаем с производителями. И вот, например, береста – это Томск, Сибирь. На главной сцене Расторгуевского парка прошла концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Ленинского района. В кардебалете – участники фестиваля. Мероприятие еще раз доказало, в Московской области созданы все условия, чтобы поддержать социальную, творческую и физическую активность пожилых людей. Этот фестиваль как раз и есть первая ласточка в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье». В рамках этого проекта все занятия в центрах социального обслуживания, на спортивных объектах, в учреждениях культуры для лиц старшего поколения – они бесплатные. Благодаря решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, за что мы ему очень все благодарны. Планируется, что фестиваль среди граждан пожилого возраста Московской области «Арт-Лайф», что переводится как «творческая жизнь», станет проводиться ежегодно. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Проблема транспортной доступности микрорайона «Пригород-Лесное» – самый актуальный вопрос для жилого комплекса. Как будет она решаться? Муниципальные и региональные власти ответили на встречи с жителями новостроек. «Пригород-Лесное» – один из самых активно развивающихся микрорайонов на территории нашего муниципалитета. Уже сейчас здесь проживает более 10 тысяч человек. Основная проблема – транспортная доступность. Глава Ленинского района Валерий Венцель вместе с первым заместителем министра транспорта Московской области Анной Кротовой встретились с жителями, чтобы проинформировать их о том, как власти собираются решать накопившиеся проблемы. Вместе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, вместе с правительством в лице Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МЭХ постоянно в диалоге и прорабатываем вопросы, связанные не только со строительством и расширением дорог, но еще и с пассажирским потоком. На настоящий момент проводится подготовительная работа по реконструкции Каширского и расширению Володарского шоссе. Реализация первого проекта разделена на два этапа. Этап подготовки территории – это когда будут все коммуникации вынесены из тех полос, до которых он будет расширяться. А расширяться сегодня он будет у четырех полос. Но смотрим мы, чтобы именно ваш участок, который на выезде, возможно, даже будет восемь с перспективой. Выносим все коммуникации, изымаем все земельные участки, и потом стройка у нас идет быстро и легко. Будущее строительство уже обеспечено финансированием и намечено на 2020-2021 годы. Сложность заключается лишь в препятствии некоторых собственников изъятию земель. Что касается Володарского шоссе, то сейчас силами застройщика разрабатывается проект планировки реконструкции этой дороги. Мы обязательно привезем наших проектировщиков, которые покажут все проектные решения. Это съезды, выезды, какие сгонно-разгонные полосы, развязка, по которой сегодня задавалось много вопросов. Кроме того, прямо во время встречи были решены вопросы с пассажирскими перевозками на данной территории. Движение общественного транспорта синхронизируют с работой московского метрополитена. А на остановках жилого комплекса теперь можно будет сесть сразу на два автобуса. Ну что меня волновали тема, мы все задали вопросы, все получили ответы. Ответы очень нам понравились, положительные, все замечательно. Меня волновали вопросы именно по инфраструктуре, по строительству развязки, по тому, что делается будет для жителей, чтобы улучшить их жизнь. Более полутора часов глава района отвечал на вопросы жителей, причем не только по темам транспортной доступности. Все обращения взяты на контроль сотрудниками администрации. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В районном историко-культурном центре прошли очередные публичные слушания по вопросу объединения территории Ленинского района в городской округ. Глава муниципалитета встретился с местными жителями, чтобы ответить на все интересующие вопросы. Это пятые по счету публичные слушания, посвященные теме объединений в округ. Валерий Венцель назвал вопрос закономерным и своевременным, так как Ленинский район на данный момент единственный в Московской области, не преобразованный в округ. Посмотрели на округ наших соседей, отдаленных территорий, которые в последний момент образовались в городские округа, и сделали для себя определенные выводы. Мы не просто так спонтанно, мы на протяжении, наверное, последних двух лет внимательно наблюдали за этой реформой. Глава района заверил присутствующих, что данная форма управления выгодна для нашего муниципалитета в финансовом плане. Например, произойдет оптимизация численности муниципальных служащих. Будут устранены дублирующие должности, что позволит сэкономить около 150 миллионов рублей. Те муниципалитеты, у которых префицит бюджета, отчисляет правительство Московской области, в бюджет Московской области порядка 171 миллиона рублей. Так вот, при городском округе эти деньги у нас будут оставаться. Валерий Венцель успокоил жителей, сообщив, что с преобразованием в округ генпланы меняться не будут. Сохранятся также общественные советы и органы местного самоуправления. Будет и дальше развиваться инициативное бюджетирование. На каждой территории также будет присутствовать орган местного самоуправления, но уже не поселение, а городском округе. То есть там власть будет напрямую уже, власть округа не будет задвоения функций. Многие из присутствовавших на слушаниях уверены, что объединение в округ – это правильное и своевременное решение. У нас есть соседи, которые застрелщиками этого дела были. Это у нас Домодедовский район, он сейчас стал округом. Есть много там положительного. Нам просто нужно применять этот опыт и спокойно, рассудительно взяться за это дело и развивать нашу любимую землю – Минский район и город Видна. Большой плюс будет, конечно, и для города, и когда вокруг объединенный бюджет, правильное распределение средств, потому что я с этим столкнулся. До этого я работал в коммерции, когда пришел бюджет в город. Конечно, я считаю, что это будет очень огромный плюс и для жителей, и для бюджетников. Мы же все всегда вспоминаем те года 2005-2002, когда все было в одних руках, и когда шло развитие. Вот и сейчас надо все это консолидировать, централизовать все в одни руки, и мы увидим, я думаю, прогресс и развитие нашего города. Но вопросов у жителей по-прежнему много. После официальной части глава муниципалитета ответил на них в режиме прямого диалога. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил чин великого освящения храма Блаженной Ксении Петербуржской в деревне Слобода. Святая обитель начала строиться около шести лет назад, и за это время у нее появилось много прихожан, которые полюбили это место и с большим волнением и радостью разделили столь значимое для видновского благочения событие. Храм Блаженной Ксении Петербуржской в деревне Слобода еще до момента освящения православные назвали «жемчужиной». И не случайно, он претендует на звание самого красивого святого места в видновском благочении. В праздничный день сюда приехали люди из разных уголков Подмосковья в желании запечатлеть в памяти столь особенное событие. Храм очень красивый. На самом деле, первый раз вижу такое сочетание интересное технологических преимуществ 21 века с традицией. Мне очень понравилось. Более шести лет храм готовился к этому важному дню. За это время появились прихожане, для которых это место стало уже родным. В торжественный день они с особой радостью и волнением пришли в храм. Когда мы проходили мимо, мы видели, что храм строится, и испытывали, конечно, большую радость, потому что остальные храмы достаточно далеко от нас, а здесь рядом. Получился он необычно красивый, такой светлый, чистый. Мы очень благодарны создателю этого храма. Посещаем его. Рады, что у нас появилась такая благодать, на нас Божья сошла. Чтобы совершить чин великого освящения храма блаженной Ксении Петербуржской, в Слободу приехал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Его встретили по старой русской традиции с хлебом с солью. Далее все собрались в храме на божественную литургию. Одним из почетных гостей стал глава Ленинского района Валерий Венцель, который молился вместе со всеми. При великом освящении храма читаются особые молитвы. Народ просит, чтобы Господь сохранил это место до скончания века, чтобы сюда приходили люди. Это наполняет жизнью данный храм, наполняет благодатью особой и делает его местом для совместной молитвы для верующих. По окончании богослужения служители храма подарили митрополиту Ювеналию в память о событии икону. А Валерий Венцель вручил настоятелю нового храма, священнику Георгию Балановскому, икону Николая Чудотворца и поздравил всех с большим праздником. Дорогие друзья, мы сегодня еще одним храмом в нашем видновском благословении стало на один больше, а значит появилось еще раз еще одно место, куда можно прийти помолиться, куда можно прийти исповедоваться. Митрополит Ювеналий наградил патриаршими медалями благоустроителей храма семью Бордуновых и других особо потрудившихся в деле его становления и украшения. В новой обители верят. Людей со временем станет еще больше. Сюда будут приходить и взрослые дети. На территории храмового комплекса есть воскресная школа, приходской дом, трапезная. Русский колорит здесь прекрасно сочетается с современностью. И особым украшением служат стоящие на земле звонницы, колокола которой на солнце отливают золотом. И о прогнозах синоптиков. Завтра сохранится жаркая погода. Будет ясно днем до плюс 28, ночью плюс 16. Осадков не ожидается. Ветер северный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин